Почечная недостаточность Кадырова, увольнение украинских замминистра обороны, дроны, атакующие Болгарию и летающие лисицы, которые заражают людей смертельным вирусом. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС. В Киеве уже готовят обращение в суд. Украина не может присоединиться к Евросоюзу в нынешних условиях, потому что это навредит польскому сельскому хозяйству. Израиль готов реагировать на любую провокацию со стороны Ирана и уже обвиняет Тегеран во вранье. Я думаю, что сегодня мир видит. И я, конечно, подчеркну это, что Иран нарушает все свои обязательства, что он бесстыдно лжет, что он намерен создать ядерное оружие, а также продолжать свою агрессию в регионе. Трамп снова готов спасать всех и точно знает, как закончить войну. Я бы привел Путина в комнату. Я бы привел Зеленского в комнату. Потом я бы свел их вместе. И я бы заключил сделку. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что доверяете нам. Давайте поставим лайк на этом видео, прокомментируем его и не забудем подписаться на канал. И так нас будет становиться больше. Поехали. Ночной обстрел Украины отметился беспрецедентным количеством российской авиации в небе. Об этом говорят в воздушных силах ВСУ. Сегодня несколько десятков бортов нетипично в ночное время находились в воздушном пространстве. Это и беспилотники, и тактическая авиация, атаковавшая Украину вместе с крылатыми ракетами и шахедами. Российские войска наносили удары по Одесской, Кировоградской, Хмельницкой и Николаевской областям. 24 беспилотника и 17 ракет были в украинском небе. Все ракеты и 18 дронов были сбиты. В результате все-таки было допущено несколько попаданий, и они пришлись как раз по сельскохозяйственным площадям. И в том числе было повреждено одно из хранилищ зерна. На счастье, там зерна не было в таком количестве сосредоточено, в котором обычно это происходит. Это конкретная атака по сельскохозяйственным мощностям. И снова враг пытается акцентировать свое внимание на том, что Украина – это не полноценный зернотрейдер, это не способность обеспечить безопасность, это не способность функционирования портовой инфраструктуры. Один российский беспилотник с прикрепленной миной, вероятно, упал на побережье Болгарии. Вероятно, потому что сейчас болгарские специалисты выясняют, чей именно этот дрон, российский он или нет. Болгарское национальное радио сообщает, что дрон упал недалеко от скал, возле села Тюленово, в 70 километров от границы с Румынией, в которую тоже уже несколько раз прилетали российские дроны. Военным пришлось дрон подорвать, но пока так и непонятно, приплыл он к побережью Болгарии или прилетел. Тысячи российских десантников переброшены под Работино и используются там как пехота. Об этом пишет британская разведка. Как минимум пять полков ВДВ сейчас находятся недалеко от этого населенного пункта. Теоретически, общая численность этих считавшихся элитными частей до 10 тысяч. Вдобавок к тем, кто уже стоит под Работино. Но в полной комплектации 10 тысяч. А в британской разведке считают, что до полной комплектации там еще очень далеко. И скорее всего, руководству ВДВ, как и самим военным, которые тоже считают себя элитными, такое использование не очень понравится. Но в целом ситуация на фронте у России такая, что выбора не остается. Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, если вопрос экспорта зерна не будет решен, говорит об этом министр сельского хозяйства Польши. Украина не может присоединиться к Евросоюзу в нынешних условиях, потому что это навредит польскому сельскому хозяйству. На это в Фейсбук отреагировал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Наконец-то Польша сказала правду по поводу украинского зерна. Речь идет не об этом сезоне, а об условиях вступления Украины в ЕС. Об этом очень четко заявил министр аграрной политики Телюс. Поэтому наши вступительные переговоры по сельскому хозяйству уже фактически начались столь агрессивной боевой разведкой и с полным антагонизмом со стороны Польши. Фактически Польша борется за либерум вета на Украину без каких-либо объяснений. Также замминистра заявил, что процесс обжалования в суде этого решения Украина начнет уже сегодня. У Рамзана Кадырова тяжелая почечная недостаточность. Именно с таким диагнозом он и лежит в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. Об этом пишет экс-главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который в последнее время сообщает кремлевские инсайды. Еще он замечает, что Кадыров с 3 июля как ушел в отпуск, так и не выходил из него. По информации издания «Обозреватель», которое ссылается на собственные источники в чеченской диаспоре, Кадырову пересадили почку, но она не прижилась и теперь будут делать повторную операцию. На ситуацию с главой Чечни отреагировали и в Кремле в привычной манере. Усы пресс-секретаря Путина ответили, что не располагают информацией, а если бы располагали, то точно не поделились бы. Но я думаю, что судя по вот этой вот динамике того, что непрерывно шло ухудшение, по-видимому действительно у Чечни скоро появится новый руководитель. И это, конечно, имеет значение, потому что отношения Путина с Кадыровым, они носили такой характер очень личностный. Злые языки говорят, что сам Путин подорвал отца Рамзана, Ахмад Хаджи. Но есть у меня тут сомнения, что это было он, может быть, это были спецслужбы, но так или иначе у него явно есть фактор такой ответственности перед Рамзаном. Он его вел, вот что называется, там с детства. Уволены все замы министра обороны Украины и госсекретарь ведомства. Ну, почти все. Но Анна Малер, которая только утром говорила о взятии под контроль Клещеевки на юг от Бахмута, уволена. Новый украинский министр обороны пообещал реформировать ведомство. О кадровых изменениях написал представитель Кабмина в Верховной Раде Украины. На самом деле это стандартная процедура. После увольнения министра все его замы подают в отставку. Так и сейчас, но шесть из семи замов уволены, кроме первого заместителя генерала Павлюка. Посмотрим, кто будет в новой команде. Израиль готов решительно реагировать на любую иранскую агрессию, заявляет премьер-министр страны. Не еще он обвиняет Тегеран во вранье, практически во всем. Я думаю, что сегодня мир видит, и я, конечно, подчеркну это, что Иран нарушает все свои обязательства, что он бесстыдно лжет, что он намерен создать ядерное оружие, а также продолжать свою агрессию в регионе. Мы будем бороться с обоими этими явлениями вместе. Я слышал сегодня угрозы одного из представителей иранского режима. Я предлагаю ему не угрожать нам. Он должен знать, и этот режим должен знать, что мы будем жестко реагировать на любое нападение на наш народ и наших граждан. И можно было договориться, чтобы никто не погиб. Они договорились, у них была бы Украина. Сейчас никто даже не знает, будет ли Украина полностью захвачена. Я скажу следующее. Что-то происходит и... Это не очень хорошо для Украины. Я бы привел Путина в комнату, я бы привел Зеленского в комнату, потом я бы свел их вместе, и я бы заключил сделку. Я бы договорился. Все было бы гораздо проще, пока не началось. По сути, четыре года я не давал им ничего делать. Потому что знаете что? Я скажу вам вот что. Я никогда этого не говорил. Украина была зеницей его ока. Я говорил, не делайте этого никогда. Не делайте этого никогда. Он бы никогда этого не сделал. Но, опять же, цены на нефть. Он бы не сделал этого из-за меня. Но цены на нефть, цены были настолько высокими, что у него было столько денег. Поэтому у него было столько денег, чтобы вести войну. Тот, кто поднял цены, был Байден. Пока не очень понятно, что бы именно предложил Путину Трамп, но похоже, что таки уступить часть территории. И даже если Трамп и говорит, что имеет влияние на Путина, то в таком случае пришлось бы убеждать Зеленского еще больше. На юге Индии вспышка смертельного вируса Ниппах, точнее новой его разновидности. Его переносят летучие лисицы и смертность 75% от этого вируса лечения нет. Под карантин попали уже 9 деревень в штате Керала. Он может вызывать лихорадку, рвоту и респираторные инфекции. Об этом пишет The Guardian. Тяжелые случаи могут включать судороги, воспаление головного мозга и даже привести к коме. Уже известно о нескольких смертях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Жду, как обычно, ваших лайков, репостов и комментариев. Хочу знать все, что вы думаете о том, что мы говорим, или о том, что мы не сказали, или не успели сказать. Пишите нам все. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.